Приветствую вас. То, что, то, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на общую такую позицию жертвы и на то, как вы репрезентуете себя, а также на то, хотел бы я обратить ваше внимание, что имеются все подозрения на мазохистическую позицию у вас. То есть, по моему мнению, у вас есть вот эта вот мазохистическая позиция. Что такое мазохистическая позиция? Давайте мы начнем с нее. Это позиция, при которой человек пытается достичь какого-то внимания и любви по отношению, точнее, со стороны других людей через негатив. То есть, вы же, вы же понимаете, что, как вы говорите, мужа и свекровь подменили не просто так. Вы же понимаете, что, очевидно, вас они по какой-то причине терпели, вероятно. И тот факт, что по какой-то причине они вас терпели, за него, за этот факт ответственны-то вы. То есть, в вашем поведении, в вашей репрезентации себя, вы убедили людей, что без них вы никто. И они вам говорят, а помните, вы никто без них. И вот, с одной стороны, я вас понимаю, Анастасия, я понимаю, что вам обидно, что вам больно от того, что так люди говорят, что это неприятно. Но, с другой стороны, вы говорите, у меня нет своего жилья. Ну, жилье, ладно, у вас нет своего дела, судя по тому, что я обижу. У вас нет своего жилья. У вас нет своего жилья. У вас нет ничего, что определяло бы вас как лично. И здесь дело не в родителях, не в семье, а дело в вас. То есть, то, что вы говорите про проблемы с детства, то да, ваш детский опыт, безусловно, как-то влиял и влияет на то, что происходит сейчас. Но, все равно, конечный выбор по итогу делаете только вы. Не кто-то вы. И вами был сделан выбор в пользу того, чтобы быть и жить с мужчиной. Вами был сделан выбор в пользу того, чтобы вкладываться в квартиру, в ремонт и прочее. Кстати, по закону, то, что после заключения брака вы вкладывали, это общее. И это ваше. Вами был сделан выбор в пользу того, чтобы родить ребенка. То есть, это все ваш выбор. И вот первым шагом к изменению ситуации будет принятие личной ответственности за то, что происходит с вашей жизнью. Без бабушки, дедушки, мамы, отчима, мужа, свекрови и даже ребенка. Только вы. Только вы, только ваша жизнь и только ваш выбор. Дальше. Вы говорите, что вам не хватало любви. Ну вот, в своем тексте вы об этом пишите. Что вам не хватает любви. И, как вам сказать. У ребенка подобное восприятие недолюбленности формируется с одной стороны. На основании того, что к нему относятся негативно. И будучи ребенком, человек принимает это на свой счет. На свой счет. Потому что, ну, недостаточно у него вот своей собственной организованности психической, чтобы фильтровать то, что говорят ему близкие люди. Близкие люди в кавычках. Здесь мы употребим. И, с другой стороны, речь идет о сравнивании своих взаимоотношений с близкими родственниками и взаимоотношений других детей со своими родственниками. Если ребенок видит, что, к примеру, вот ему говорят, что он плохой, да, и тут до поры до времени маленький человек просто принимает это на свой счет, думает, что-то действительно что-то не так и так далее. Вот. Что, когда начинается сравнивание с другими семьями, ребенку начинает казаться, что это его родители какие-то не такие. То есть, они его недолюбили. Они не додали ему чего-то, что, например, дали родители там других детей и прочее. Но, объективно, не существует такого понятия, как долюбленность или недолюбленность. Есть только ваше отношение к себе, базирующееся на том, как в детстве относились к вам родственники. То есть, если, к примеру, родственники вас не оценили, если, к примеру, родственники не уважняли ваши личные границы, если, к примеру, родственники вам там что-то говорили и прочее, то формируется либо поведение, направленное на то, чтобы доказать, что я другая, что я не такая, что я там лучше, что я достойна, либо поведение формируется по направлению к тому, чтобы, да, я действительно такая, вот ругайте меня. И то, и то своей целью имеет получение какой-то активности со стороны других людей. Вот. То есть, и та, и та анабель поведения является деструктивной, потому что она опирается на то, что говорят другие люди, но не на то, что вы хотите вы. И здесь открывается достаточно широкое по своему масштабу, достаточно широкое поле по своему масштабу для психотерапии. Потому что болевые точки у всех людей разные. При взаимодействии с родственниками и на пути к эмоциональному освобождению от, ну, всех или иных желаний родных людей, потребностей родных людей, проблем родных людей и так далее. То есть, у кого-то проблема в том, что человек не может посмотреть на своих родных, как на людей, видеть не столько, соответственно, бабушку, дедушку, маму, отчима и прочее. Вот как на человека в целом, посмотреть не получается. У кого-то проблема в том, что человек слишком сильно акцентированно принимает на свой счет то, что говорят ему другие люди. Связано это, с одной стороны, с тем, что человек привык сравнивать, с другой стороны, что нет адекватных представлений о самом себе. Ну и еще одно направлении, направление, это некие ожидания от родных людей, которые не отбываются, которые не реализовываются, с которыми не получается совладать условно говоря. И у человека возникает такая вот своего рода обида. Обида на родных. И все это питает деструктивные модели поведения. Как я думаю, в вашем случае питает музыкистичную позицию. То есть, вы как бы говорите своенародным, вот посмотрите, что вы со мной сделали. А я вот, там, не знаю, из-за вас, да, я вот такая. Что это вот, ну, благодаря вам, я такая, благодаря вам я вот так себя там веду и прочее, ну и прочее, 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 прочее. Вот. То есть, это все, да. Но, по большому счету, вредит, человек вредит, по большому счету, только себе. Сам, таким, поведением, потому что, он, то есть, вот человек, теряет, благодаря этому, огромное количество, вам, значит, своих, ну, своих ресурсов, своих, своих возможностей, вот, своих, своего потенциала и прочее, прочее, прочее. Понимаете? Какая сторона? То есть, эээм, тут вот, эээ, вопрос, заключается, эээ, исключительно в том, эээм, чего вы, для себя, хотели, хотели бы, что вам для себя нужно, было бы, но никак не, ээээ, какие-то претензии по отношению к, вашим близким, например, у которых своя история, у которых своя, там, ээээ, да, своя, судьба, вот, свои, эээээ, свои какие-то проблемы, свои трудности, вот, и так далее, ну, по большому счету, вот. Такая вот, в принципе, ссора, такой вот, в принципе, момент, и, на мой взгляд, можно с этим работать, да, можно и нужно с этим работать. Образ заключается в том, хотите ли вы, вот, образ заключается в том, хочется ли вам это делать, понимаете, потому что, как ни странно, взять личную ответственность на себя, за то, что, вот, с вами происходит, ну, не так-то просто. Вот, в принципе, такая история. То есть, тут и отказ вашего отца от вас, почему вы считаете, что он отказался от вас, это, я думаю, тоже неправда, что он, он прямо отказался от вас, это неправда. То есть, да, у него, там, были какие-то проблемы, вероятно, эти проблемы остались, но, почему вы считаете, обязательно, что он отказался от вас. Вот. Ну, и обратите внимание на то, что вы, вот, не задаете никакого вопроса, да, вы просто говорите, помогите мне. В чем помочь, чего именно вы хотите, что конкретно вы хотите поменять в своей жизни, Анастасия? Это тоже очень важный вопрос, что хотите изменить. Именно этот вопрос будет служить основой для психотерапии. Вот. А сейчас это просто, ну, это просто обозначение проблемы. Вот. Вы говорите, я абсолютно не имею постоя за себя, мне пропадает дар рыжий, когда меня унижают или оскорбляют. Ну, это привычка. Это привычка. Вот. Это привычка. Поработаем, а то можно исправить, можно откорректировать. То есть, вы пишите, что ваша проблема началась еще в детстве, когда вы родились, это перекладывание ответственности. Вы почитаете про треугольник Кармена. Вот. Для начала поисследуйте, что такое поведение жертвы. Вот. И после этого уже можно будет, в принципе, начинать с вами работать, если у вас будет такое желание. Вот. Есть ощущение, что вы не жили для себя. Есть ощущение, что вы не живете для себя. Есть ощущение, что все, что вы делаете, вы делаете для кого-то. Возможно, в этом ваша самая главная проблема. Вот спросите себя, для чего вам ребенок, спросите себя, для чего вам семья. Сплатите себя, что вы хотите, получите, получите от этого. И вот то, что вы скажете, и будет являться тем, что вам не получится только самостоятельно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!